В этом выпуске налегке празднуем купалье на модном показе. Едем в аэропорт и узнаем нескучные новости. Не переключайтесь! Граница дружественная детям. Не переключайтесь и вместе с нами насладитесь атмосферой аэропорта, ведь скоро граница обязательно откроется. И все мы с вами куда-нибудь полетим. Это наша совместная инициатива, работа с государственным пограничным комитетом и аэропортом город Минска. Мы хотим, чтобы прохождение аэропорта было для детей и для родителей безопасным, здоровым и более увлекательным, интересным. Чтобы, если детям нужно находиться какое-то длительное время между самолетами, чтобы это было не скучно, и это было познавательно и интеллектуально развито. Поэтому мы сегодня открыли отдельное прохождение для детей и семей и, конечно, детскую площадку, где дети могут находиться. И потихонечку это начало кампании, и наш план, чтобы все другие границы Республики Беларусь тоже были дружелюбными, детям, и тоже самое безопасным, интересным и неболезным. Это первый аэропорт, поскольку я знаю о бывшем Советском Союзе и есть в других европейских столицах, аэропортах есть такие проекты. Но поскольку я знаю, что в бывшем пространстве Советского Союза это первый аэропорт, поэтому мы гордимся. Стойки регистрации, стойки пассажиров, которые проходят пограничный контроль, соответственно, игровая комната здесь, и стойки прилетных пассажиров, там тоже самое, обработано тем же самым оборудованием, подставочки для детей, не надо будет родителям их поднимать, таскать им ее вещи в руках, а ребенок сам будет заглядывать в кабинку и проходить весь пограничный контроль. Работники нашего пограничного отряда, опять же, доброжелательные, детям относятся вежливо, в любом случае, это родители, раньше, когда не было таких подставочек, они вот саживают ребенка, улыбаются, проверяют паспорт, сверка идет. В общем, сама процедура, она ничем не отличается, как и для взрослых. Сейчас просто у нас становятся веселее и ярче те места, где будут проходить семьи, семья именно, или пассажиры просто с детьми. Мы просто ищем все моменты, ищем, как в мировых аэропортах это делается, и самое интересное, приобретаем аэропорт, чтобы было удобно и комфортно пассажирам. Вика, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, какой раз ты находишься в аэропорту? Ну, я не знаю. Уже была? Да, была. Улетала? Улетала. Какая? Путешественница со стажем? Угу. Ты сегодня проходила новый паспортный контроль, забиралась на эти ступеньки. Расскажи, как это было? Удобно ли тебе было? Весело? Весело. Что спрашивали? Там была такая тетя-пограничница, да? Почти ничего не спрашивали. Там надо было давать паспорт и смотреть в камеру, и на нее смотреть. Знаешь, для чего нужны пограничники? Нет. Нет? Ну, чтобы свериться, ты ли выезжаешь под своим ли паспортом? Вы все сразу видели и сказали, о, так это же та самая девочка Вика, да, улетает, не знаю, в какую-нибудь далекую страну. Кстати, куда бы ты хотела полететь? Ну, не знаю. Наверное, в Грузию. В Грузию? На море? Да, на море. Супер. Хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста, по ступенькам было удобно, да, тебе забираться туда? Вот, а расскажи мне детская площадка, как тебе, вот как ребенку? Ты про тыс. Детская площадка мне очень понравилась. Мне очень понравилось кататься на машинах и лазить там. Отлично. Значит, ждем, когда границу Грузии открою, да? Переезжаем в аэропорт, идем сразу на детскую площадку и следом на море. Мы все летаем за границу здесь, мы к нам приезжаем. Мы с вами можем сесть, посещать газету, интернет, залезть. Что будет делать ребенок? Это непоседа. И вот эта непоседа должна поиграться где-то и спокойствием родителям. И он запомнит, что он был в Беларуси, играл с этими машинками, с игрушками. Это будет на всей государственной границе. Мы не сразу где-то отберем один пункт пропуска на Пробавловске, один на Польшу, один на Украине. Применяем в этом году, в следующем этапе, этап наращиваем, наращиваем. И в конце концов мы увидим, что такое будет в каждом пункте пропуска. Продолжение следует... Лето в самом разгаре, и светская жизнь набирает свои обороты после долгого перерыва, но делает это осмысленно и со всеми мерами предосторожности. Мы приехали на Ethical Fashion Show, организованное Белорусской палатой мода, в рамках которого пройдут показы белорусских дизайнеров, вдохновленных праздником Купали. Не переключайтесь. Сон в летнюю ночь. Вы нам показывали эскизы Купальщиц, еще только в самом начале. Но было ощущение того, что девушки прямо вот вышли из воды и смотрят прямо на нас своим праздительным взглядом. Мне кажется, вам это удалось. Но у вас бы еще было волшебное музыкальное сопровождение, правильно? Даша, можно пару слов рассказать о том, как вообще, в принципе, вот эта работа происходит? Да, вы сначала показываете свои эскизы или уже готовые наряды, а потом происходит? Девочки позвонили мне и попросили озвучить их показ. Я давно просилась, на самом деле. Давно я фанат их творчества и сказала, что следующий показ я обязательно озвучу. И вот, когда они позвонили, попросили меня озвучить их показ, я сказала, девочки, пришлите мне просто принты. Вот какие будут принты в этой коллекции? Они прислали мне принты и все, мне этого было достаточно. Я сразу же воодушевилась, воодухотворилась. У меня сразу перед глазами такая вот... Я еще, конечно, прочитала про купаль, я прочитала про обряд. Ну, это на самом деле такой языческий, очень серьезный праздник. И он даже немножко схож с Хэллоуином, когда нечистая сила выходит из воды. И также она мешает смелым юношам и девушкам искать вот этот вот самый магический цветок папоротника. Что следующее приоткройте нам тайну? У нас есть тема для новой коллекции. Это тоже экологическая направленность. Название Zero Bee, философское и черно-белое. А ближе к теме будет более подробно. Ну, это ваша собственная марка, да? Я знаю, что худи и красивые очень платья-комбинации. Да, да, да. Можете рассказать, как вы вдохновлялись на создание своей собственной линейки? Мы вдохновлялись с моей коллегой Олей Денисовой, вдохновлялись в путешествиях. Мы пришли к выводу, что мы берем постоянно вещей много, а носим одно и то же. Это, как правило, платье, худи, объемный тренч, брюки и футболки. Ну, вот какой-то буквально 6-7 вещей, которые мы комбинируем и берем с поездки в поездку, вне зависимости от того, это летом, осенью или весной. Вот для вас, как для владельца магазина, как для человека, непосредственно имеющего отношение к моде, случилось это магия или нет? Абсолютно случилось. Я в восторге практически от всех образов. Они действительно волшебные, но я не могу согласиться с тем, что они не для повседневной носки. Может быть, они не для всех, не для массового потребления. В этом как раз есть идея дизайнерской одежды. То есть нужно себя чувствовать в этом гармонично и органично. И если тебе в этом классно, комфортно, то ты это можешь носить на каждый день. Я вообще хотела восхититься сначала. Нам так понравилось. Мы стояли вот так вот тихонечко там в кустах, смотрели. Нам не хватило места, очень много посетителей. Очень много приглашенных гостей. Но мы наслаждались, потому что все модели ходили мимо нас. У нас просто восторг. Мы не ожидали, что нам настолько понравится. А я все время так перед показом сомневаюсь. Я все время смотрю. Ну, в процессе мне всегда все нравится. А потом в конце, вот перед выходом, я все время смотрю, думаю, что я сделала? Что это ерунда такая? Ну, что это? Ну, можно было что-то изменить? Ну, как бы в конце всегда у меня какой-то, ну, вот я теряю какой-то запал. И мне кажется, ну, что-то, что-то вот. Это было потрясающе. Но когда мы встречались еще на этапе создания, не звучало название коллекции «Колыханка». «Колыханка», да, это все, я так понимаю, пришло в процессе? Да, в процессе я изменила, потому что я начала делать аксессуары. И подумала, что они вот похожи вот на сновидения. То, что там в голове. Черно-белые сны бывают, яркие какие-то сны. И я этим вот головными уборами пыталась это показать. Кстати, еще, да, в модели были, как заявлено в предстоянии, элегантного возраста. Это тоже, это была ваша идея или это извне пришло? Это идея нашей команды и партнера моего, да, так как они пропагандируют естественную красоту в любом возрасте. Также и Нина, неделя белорусской моды. Ну, это как бы совместный такой проект. Мне кажется, это не моя идея была, но мне кажется, получилось неплохо. Добрый вечер. Все ли понравилось? Да, все очень понравилось, атмосфера. Я встретила очень много знакомых, прежде всего, конечно, была рада со всеми пообщаться. Ну и, конечно, потрясающие показы. Не могу сказать, что я как-то ожидала чего-то другого, но я и ожидала вот именно того, что я и получила. В общем, все очень понравилось. Что впечатлило больше всего? Мне понравилась все больше всего коллекция Наташи Костромы. Мне кажется, что ее эстетика, она мне очень просто близка. Я хочу сказать, что и Хистория Натуралиса, она своеобразная, очень классная, здоровская и такая знаковая. Но Наташина коллекция, она прям легла мне на душу. Я прям все оттуда хочу, все красиво, все в моем стиле. Идеально. Нина, поздравляю. Спасибо. Мне кажется, все удалось. У нас всех удалось, потому что данное мероприятие проходило непосредственно от имени Белорусской палаты моды. Это республиканское общественное объединение, которое объединяет людей, неравнодушных к белорусской моде, людей, которые готовы делиться, делиться своими идеями, своим трудом. Вы сегодня не просто регулировали все, здесь управляли, но и ходили с микрофоном. Раскройте нам тайну. Тайны никакой нет. Как, скажем так, люди, которые ограничены финансово. У нас, конечно же, всегда не хватает рук на таких мероприятиях, рук, ног, людей. Поэтому, скажем, какие-то функции определенные, очень важные, приходится брать на себя. И я человек, который знает всех гостей, людей, дизайнеров, скажем, взяла на себя такую опцию. Это не просто подготовить все это мероприятие, потому что, скажем, подготовки – это огромная работа. Но я рада, что у меня такая команда, с которой я могу быть действительно профессиональным руководителем, я могу быть тренером. Я удаленно через, опять-таки, современные средства коммуникации наладила всю работу. И нужно понимать, что дизайнеры и люди, которые работают в палате моды, помогают, волонтеры в палате моды, они из Гомеля, из Витебска, из Бреста, они приехали сегодня утром для того, чтобы сделать это мероприятие. И, скажем, вечером счастливые, я думаю, с хорошим настроением поедут к себе домой и получат от нас благодарность и комплименты. И опять будут мечтать стать причастными к этому важному событию. Об этом мы говорили в начале нашего мероприятия устами нашего ведущего Артема Рыбакина, что очень важно, что люди здесь работают на это мероприятие не за гонорар, а за идею. Редактор субтитров А.Семкин В Лондоне разработали съедобную упаковку, а Игги Поп выпустил клип на одну из своих главных песен. Мы собрали очередную подборку новостей, способных вас удивить. Холли Граунс, дизайнер из Лондона, разработала экологичную упаковку для лапши Рамен, которая при контакте с водой превращается в соус. Девушка недавно выпустилась из университета и во время учебы, как и многие студенты, часто питалась лапшой быстрого приготовления. Холли обратила внимание на то, как много пластика остается после каждого набора для Рамена. Тогда девушка приготовила у себя на кухне первый прототип обертки, используя крахмал, глицерин и воду. В сухом состоянии она не дает лапше черстветь, а при попадании в кипящую воду растворяется менее чем за минуту. А еще Холли предлагает добавлять в нее дополнительные ингредиенты, вроде специй. Для того, чтобы такая пленка не пачкалась в магазине, дизайнер предлагает класть продукт в вощеную бумагу. Так выглядит разработка. В Альпах обнаружили газеты из Индии, датируемые 1966 годом. Вероятно, они там оказались в связи с крушением самолета Air India, который случился в том же году. Находка включает в себя около 12 газет, среди которых National Herald, Economic Times и другие. Их обнаружил владелец ресторана неподалеку от горнолыжного курорта. По его словам, пресса очень хорошо сохранилась. Так это выглядит. Мужчина планирует выставлять газеты в собственном ресторане, в качестве экспонатов. В Курнуоле владельцы паба The Star Inn придумали способ борьбы с посетителями, которые не соблюдают социальную дистанцию и близко подходят к барной стойке. Они установили электрическое заграждение в полутора метрах от бармена. Так это выглядит. Владельцы говорят о том, что эта мера вынужденная. По их словам, люди часто толпятся, наваливаются на стойку и игнорируют требования соблюдать необходимую дистанцию. Команда приюта для животных из Подмосковья выпустила видеотизер коллекции одежды. Все деньги, вырученные от продажи футболок, сумок и прочих вещей, пойдут на содержание котов и собак. Так выглядит ролик. Коллекция называется «Два дня до послезавтра». Все вещи можно купить в интернет-магазине Berking Store. Игги Поп выпустил клип на песню «Пэссенджер». Выход ролика исполнитель ранее анонсировал в Инстаграме. Видео сделано в черно-белых тонах и состоит из архивных снимков, наложенных на видео проносящейся дороги. Так это выглядит. На протяжении всего видео на экране появляется текст песни, так что можно легко подпевать своему кумиру. Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...